МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкале на канале Ангара Медиа. С вами Альберт Домнин. Сплошные рубки леса на Байкале до 2034 года разрешила Государственная Дума. Накануне утвердили соответствующий закон. Шаг направлен на увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Отметим, строительство Обама началось полвека назад. Его продолжают модернизировать и в наши дни, так как Россия ориентируется на торговлю с Азиатско-Тихоокеанским регионом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не прошло и пяти лет. Асфальт провалился на набережной Китое в Ангарске. Как считают местные жители, если не принять действенных мер, дальше может быть только хуже. Торжественное открытие набережной состоялось осенью 2019-го. Возводили в течение двух с половиной лет. Отметим, главной целью масштабного строительства было все-таки берегоукрепление. На него федеральный бюджет выделил колоссальные деньги. И работу завершили на год раньше контрактных сроков. В администрации тогда говорили о высоком качестве нового объекта. Но не прошло и пяти лет, как появились проблемы в асфальте, ямы. Место провала выглядит жутковато. И хотя оно обтянута сигнальной лентой, есть опасения, что покрытие продолжит разрушаться. Спуск покрыт трещинами. Создается впечатление, что еще один хороший ливень. И, не дай бог, повышение уровня воды, и кусок берега рухнет китой вместе со скамейками и ограждением. Сейчас стало известно, что качеством выполненных работ заинтересовались правоохранители. Альберт и Домни, Новости 360, Ангарск. Неистраченный материнский капитал можно будет получить. Согласно новой поправке в закон, если после распоряжения средствами по направлениям, предусмотренным законом, остаток не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты. Напомним, тратить маткап можно на улучшение жилищных условий, образование, в том числе на оплату детских садов. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Ваш автомобиль Хандрит. Приезжай в ДОК АВТО. Диагностика и ремонт ходовой части, рулевых рейк и АКП, проточка тормозных дисков и шиномонтаж. Замена всех спецжидкостей, а также жестяные и лакокрасочные работы. Станция техобслуживания ДОК АВТО. Лечим все с гарантией. 254-й квартал 1-1. Автошкола СТК. Обучение и переподготовка водителей всех категорий. Обучаем теории. Занятия на автотренажерах, вождение на новых автомобилях, знакомство с маршрутами. Автошкола СТК. Более 40 лет. Обучаем безаварийной езде. Сезон сочных арбузов стартует совсем скоро. Диетологи рассказали, чем опасны ранние ягоды и как не быть обманутым. Неспелые арбузы могут быть вредны для здоровья из-за возможного содержания химикатов, а сбор до полной зрелости негативно скажутся на их качестве и вкусе. Как отмечают гастроэнтерологи, в ранних плодах может быть меньше сахара и неправильная текстура, что делает их менее привлекательными. Также, если арбузы выращивают с применением химических веществ, то в ранних ягодах может быть избыточное количество пестицидов и гербицидов. А это опасно для здоровья. Спелый плод должен издавать глухой звук. Если по нему постучать звонкий, может свидетельствовать о недостаточном созревании. Спелый же арбуз имеет слабый приятный аромат и должен быть упругим, но не слишком твердым или мягким. Тяжелый вес для его размера говорит о высоком содержании сока. Наличие зеленого хвостика может указывать на раннюю сборку. Также не следует покупать уже нарезанные арбузы, так как нет гарантии, что плод свежий. Поскольку он может быть нарезан заранее, потерять свои вкусовые качества, став питательной средой для размножения бактерий. Альберт Идомни, Новости 360, Ангарск. На 50% могут подорожать арбузы и дыни к уровню прошлого года. Как заявили бахчеводы, весна выдалась максимально сложной. Сначала плантации побили заморозки, потом было нашествие вредителей, а теперь донимает засуха. И хотя существенного дефицита продукции не ожидается, в прошлом году актовая цена равнялась 10-12 рублям за килограмм, в этом уже 15-18. Сейчас, по мнению экспертов, есть шанс закупиться арбузами по минимальной цене. А уже в начале августа спрос на них вырастет и цены пойдут вверх. Ермак готовится к новому сезону Национальной молодежной хоккейной лиги. Два десятка игроков приступили к полноценным тренировкам. На одну из них побывала наша съемочная группа. На стадионе «Ангара» хоккеисты. Молодежка Ермака начала подготовку к сезону. Занятия включают в себя как тренировки на льду, так и на земле. Наставники коллектива оценивают форму парней. Для начала небольшая, а в несколько кругов разогревочная пробежка. Потом упражнения. Разумеется, в программе и занятия на арене. Сейчас на льду будет именно объем катания. Потом уже будет больше техники, тактические какие-то работы. Первые до второго числа будет довольно-таки серьезная работа проделана. Потом будет уже больше тактические. Перед играми товарищескими поедем в Красноярск, Барнаул, Новокузнецк. Уже будем подготавливать ребят тактически. Из прошлогоднего состава в команде 17 человек. Один из них нападающий Виталий Иванов. Даже к предсезонке подходит со всей ответственностью. Всегда надо прогрессировать. Это обязательный показатель. Буду стараться. Конкретно я себе никаких цифр не ставлю. Просто ставлю улучшить показатели свои. И там покажет сезон. А вот Иван Дороненко в основном составе молодежной команды еще не выступал. Но желание, причем большое, есть. Поэтому больших каникул себе не устраивал. В июне я немножко отдохнул. Потом начались тренировки у команды ЮХЛ. Я потренировался с ними две недели. И сейчас начались тренировки у команды НМХЛ. Конкуренция очень большая, так что надо работать, попадать в состав. Подход парней, как отмечает в тренерском штабе, правильный отбор кандидатов будет продолжаться. Оценивают кондиции и тех, кто уже подписал контракт. Есть некоторые моменты, которые нас немножко ввели в ступор. Потому что кто-то готовился к сезону, кто-то наоборот приехал расхлябанный. Сразу видно на первый день, с первого взгляда. То есть где-то будем подтягивать их в физическую форму. Что ребята молодые, кто-то может еще не понимает, что нужно готовиться в любую команду, нужно приезжать готовым. То есть и на просмотр, и по тому сезону. То есть нет у нас железобетонного места в составе у каждого. Все будет по спортивному принципу. Готов, в команде не готов. Будь добр, свободи, раздевал. Отметим, у большинства клубов, выступающих в Национальной молодежной хоккейной лиге, старт предсезонки еще впереди. Возможно, больше запас времени для тренировок поможет ангарчанам качественнее подготовиться к играм регулярки. Альберт Домни, новости 360 Ангарск. Почти 250 участников ждут на гонке Цельси-Триатлон. Она состоится в ближайшую субботу на Иловском пруду Ангарска. Заявились не только жители Приангаря, но и Тюменской области, Красноярского края, Бурятия, Забайкалья. Программа спортивного праздника изменена из-за несоответствия воды нормам Санпина. Состязания пройдут сегментами «Бег, велосипед, бег, старт» 27 июля в 10 утра. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также, напоминаю, все репортажи можно увидеть в группах ВКонтакте «Одноклассники». Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Ангарск-360». Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания. Но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов Прибайкале. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». О чем шумит море? 100 тысяч для учителя лучшие педагоги Ангарска получат губернаторскую премию. Китай снова вышел из берегов. Нарисованный город. Художники Екатерина Комиссарова о туристической привлекательности Ангарска. Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. Здравствуйте. Это погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Цветкова. В Байкальске 26 июля преимущественно солнечно. Днем температура воздуха составит 23 градуса. В темное время до плюс 14. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. В Листьянке облачно. Днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать плюс 14. Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – инновационный медицинский центр «Виталплюс». «Виталплюс» – это самое современное оборудование. Команда врачей-профессионалов. Более 150 направлений медицинских услуг. Индивидуальный подход. Комфортное и доверительное отношение к каждому пациенту. Ангарск, 84-й квартал, дом 11. Телефон 58-34-58. Ангарский медицинский центр «Виталплюс». Современное диагностическое оборудование. Квалифицированные узкие специалисты. Стерилизационное отделение. Полноценная операционная и комфортный стационар. «Виталплюс». Индивидуальный подход и обследование в удобное для пациента время и амбулаторная помощь по основным направлениям медицины. «Виталплюс». 58-34-58. Действуют бонусные карты и акции. А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу преимущественно солнечно. Днем 29 жары. Ночью плюс 16. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангаромедия. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Мы построим донный дом. Будем жить мы там втроем. Я и кукла моя Маша, и тихоня кошка Даши. Стул на стул, повыше, выше. Одеяло будет кричать между стульями. А кошка в уголке постелим кошки. Кухня годит, табурет. В чем же сварим мы обед? Супчик сварим в котелке. Кашу ставим в душлаке. Из наперзков чай попрел. И в отвор гулять пойдет. Папа ходит на рыбалку, что проживляет все. Щуточку. Он взорвался к лодной палке. Дудочку. Нет, удочку. Он купил три килограмма бух. Любого цвета. Хорошо. И знает мама, сколько стоит это. Рыбок он скормил без стока. Хлеба три буханки. А поймал пока что только две консервные банки. Но зато ужасно ловкий наш сосед подача. Он вчера думал кроссовки и утюг в придачу. Я скажу без лишних слов. Папа научит. Настоящий рыболов из него получится. Не пройдет и две недели. Так не знай сосед. Он поймает мне гантели и велосипед. Лето пахнет земляникой, Теплым дождиком, клубникой. Пахнет лето огурцами и душистыми цветами, Серебристой рыбешкой и прохладной окрошкой. Лето пахнет синим морем, Хвойным лесом, чистым полем, Яблоками и грибами И созревшими хлебами. А еще пчелиным медом, Увлекательным походом, Мятой клевером, полынью, Ароматом груш и дыни. Много запахов у лета, Не расскажешь до рассвета. Лето очень вкусное И ничуть не грустное. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»